Витропарк Новоазовского района – первый и самый успешный проект, который свое развитие и реализацию получил именно после саммита 2009 года. Этот проект уже успешно реализован. Десять ветряков работают и обеспечивают весь район альтернативной экологически чистой энергией. В ближайшем будущем планируют установить еще несколько десятков. Пока денег на развитие этой отрасли хватает, но ничего против дополнительных инвестиций здесь не имеют. Хотим рассказать о том, что мы впервые в Украине, об его уникальности, сложности, которые мы сталкивались при строительстве. Мы первые в Украине, да не только первые в Украине, но и на всем постсоветском пространстве. То есть такие только в Европе. Чтобы тяжелое машиностроение привлекло больше внимания, производители решили проявить креативность. Многим это удалось. Запорная труба стала гламурной. Ее украшает 250 тысяч стразов Сваровски. Этот экспонат вчера произвел настоящий фурор. Луганский завод таким необычным способом прославился на всю Украину. Хоть вчера президентов, которые приняли участие в форуме, сюда и не подвели, зато инвесторы серьезно заинтересовались этой продукцией. Подходили россияне, спрашивали наши украинские компании, подходили, интересовались. Интересуются продукции завода. Да, это больше рекламный ход. Сегодняшний саммит по сравнению со вчерашними мероприятиями однозначно проигрывает и в масштабах, и в количестве участников. Но власти региона все же настаивают на значимости. Говорят, это хороший толчок для дальнейшего развития экономики как региона, так и страны. Инвесторы могут лично пообщаться с предприятиями, которые имеют потенциал к развитию и могут принести прибыль. Мы всегда ищем партнеров для реализации многих вопросов, в частности поставок. Мы активно ищем поставщиков для наших предприятий. Я думаю, это будет способствовать развитию малого и среднего бизнеса в регионе. Соглашение, скажем такое, достаточно общее, оно подписано на 4 года. Это и о взаимных инвестициях, об способствовании, об обмене делегациями. Я думаю, Полтавской области, я думаю, не помешает тоже развитию конкуренции. Для страны это будет лучше. Экономисты и представители консалтинговых фирм говорят, что Донецкая область имеет огромный потенциал к развитию. Замечают, кроме промышленности, сельское хозяйство тоже может выйти на ведущие позиции в экономике региона. Тем более, учитывая плодородный чернозем и огромные плантации для земледелия. Задача Украины – переориентировать инвестора в такие высокотехнологичные отрасли, как машиностроение, энергосбережение, модернизация практически всех производственных мощностей, которые есть в Украине, энергосберегающие технологии. Пока еще уровень инвестиций в Донецкий регион, по сравнению с другими, не на достаточно высоком уровне. Поэтому мой вывод, что основное значение этого саммита – это подчеркнуть готовность и желание региональных властей продолжать эту политику по привлечению иностранных инвесторов и налагать обязательства на власти в этом отношении. На этом официальные мероприятия не оканчиваются. Завтра губернатор собирается встретиться с эстонской делегацией, где тоже обсудят спектр сотрудничества. Саммит посетили инвесторы из более 70 стран всего мира. Это Англия, Италия, Германия, Швейцария, Польша, Россия. Сегодня говорить о конкретных подписаниях договоров и соглашений еще рано. Инвесторы пока только знакомятся с производителями, которые, возможно, в будущем будут вкладывать деньги. А эта перспектива не на один месяц и даже не год. Ольга Шилкина, Руслан Новиков, Панорама.